Полный комплект. 39 килограмм, 750 грамм. А здесь надувное дно низкого давления. Также у лодки есть травливающий клапан на надувном дне. Накачивать буду насосом Синова 3,9. Полный автомат с аккумулятором встроенным. В носовой части лодки внутри установлено малое полукольцо для подвязывания бензобака либо вещей. Внутреннее пространство по длине 256 сантиметров. Высота трансовой доски от интерцептора и до кромки транса 41,5 сантиметр. Эту лодку мы тестировали с моторами 9998. Видео внизу по ссылкам приложил. Смотрите, как она идет. У лодки есть пластина интерцептора для лучшей гидродинамики. В нашем магазине можно также купить и моторы. Сегодня смотрим лодку Riviera 3600 надувное дно компакт. Светло-серый графит. Весь комплект лодки идет в одной сумке. Лодка, лодочный насос ножной, паспорт, инструкция, ремкомплект, клей, кусочки ткани в цвет лодки, два разборных весла, два сидения с лейкпазами и сумка для лодки. Вес шкуры лодки 30,2 кг, два сидения 6 кг, два весла 1,6 кг, полный комплект 39,750 кг. Разворачиваем лодку. У лодки 4 отсека для накачивания. Здесь накачивается левый борт корма, здесь накачивается правый борт корма, здесь будем накачивать носовой отсек, а здесь надувное дно низкого давления. Также у лодки есть травливающий клапан на надувном дне. Накачивать буду насосом Синова 3,9 полный автомат с аккумулятором встроенным. Ставлю на баллонах кормовых давление 0,2 бара, начинаю накачивать. Насос автомат удобен тем, что полностью накачает лодку сам, отключится автоматически, следить за ним не нужно, а вы занимаетесь своими делами. Лодка полностью собрана, перед нами Riviera Compact 3600, надувное дно низкого давления, светло-серый графит. Весла на поворотных, уключенных, с фиксаторами. По периметру лодки установлен привал с брызгоотбойником. Два сидения на лик-тросе, что позволяет настраивать посадку в лодке. На надувном дне установлен стравливающий клапан. В носовой части лодки внутри установлено малое полукольцо для подвязывания бензобака либо вещей. На баллоне с внешней стороны лодки эмблема Riviera 3600. На конусах установлены ручки, направленные внутрь, для того, чтобы один человек сзади мог переносить лодку. На трансе установлены брызговики, а также ПВХ-накладка на кромке транса. С внешней стороны трансовой доски фанерная накладка под мотор, с внутренней стороны пластиковая накладка под мотор, по центру лодки сливная пробка. На баллоне внутри лодки установлен шильдик, на котором указана модель лодки, серийный номер, пассажировместимость, максимальная мощность мотора и грузоподъемность. Сверху баллона в кромовой части установлен леерный трос. Есть ручка шкипера. Леерный трос также присутствует в носовой части лодки. А спереди установлена ручка для буксировки и переноски лодки под привальной лентой. Носовая часть баллона свободна, при желании вы можете установить сюда якорный рым. Лодка с надувным дном низкого давления. Так выглядит палуба. Рекомендуем в эту лодку приобрести дополнительно ЭВА-коврик для защиты ее от грязи и повреждений. Внутреннее пространство по длине. 256 сантиметров. Внутренняя ширина между баллонами 74 сантиметра. Длина сидения 101 сантиметр. Ширина сидения 24 сантиметра. Высота посадки в корме лодки 38 сантиметров. Толщина трансовой доски 27 миллиметров. В месте крепления мотора с учетом накладок 45 миллиметров. Высота трансовой доски от интерцептора и до кромки транса 41 с половиной сантиметр. Поднимусь на палубу, продемонстрирую размещение в лодке. Накачивается жестко надувное дно низкого давления. Сажусь на место рулевого. Ручка шкипера удобно держаться, управлять мотором. Сидения здесь настраиваются. Можете двигать, регулировать посадку в лодке, чтобы не задевать себя румпелем. По шильдику лодка идет как четырехместная. Здесь спокойно два человека сядет. Здесь два пассажира также разместятся. В носовом пространстве есть место, чтобы посадить кого-то туда, если здесь сядет один человек. Лодка достаточно просторная внутри. Удобная, компактная. Эту лодку мы тестировали с моторами 9998. Видео внизу по ссылкам приложил. Смотрите, как она идет. Идеальная лодка, хорошая гидродинамика, супер качество. Так выглядит лодка со стороны днища. Усиление здесь стоит по всей длине киля. Основной удар обычно при причаливании приходится на самую выпуклую часть, носовая часть киля. Здесь все усилено. Так выглядит днище со стороны трансовой доски. Лодка килевая. А так выглядит днище со стороны носа. Килеватость умеренная. У лодки есть пластина интерцептора для лучшей гидродинамики. Сегодня мы с вами посмотрели одну из популярных за последнее время моделей уфимского завода мастер-лодок. Riviera Compact 3600 на дубное дно низкого давления. Лодка проверена, испытана лично нами. Также видео здесь по ссылке провожил с моторами 989,9. А подойдет для семейного отдыха, так как вместительность у нее до 4 человек. А для рыбалки мотор можно поставить достаточно мощный. Это цвет светло-серый графит, такой, который большинству подойдет именно тем, кто не любит черные цвета, чтобы меньше грелось. И в то же время была менее маркая. Идеальный вариант. Высокая посадка от палубы. Небольшой вес. Если вы подбираете комплект лодка плюс мотор. В нашем магазине можно также купить и моторы. То при покупке такого комплекта будет дополнительная скидка. Не забывайте, что на нашем сайте есть раздел кредит-расрочка. И покупки вы можете сделать как в кредит, так в рассрочку. Так и частично в кредит и частично в рассрочку. Также не забывайте, что покупатели нашего магазина участвуют в розыгрыше крупных подарков. Поэтому быть покупателем нашего магазина выгодно. Ежемесячно мы их проводим на главной странице сайта, на главном баннере. Смотрите, какой в данный момент идет розыгрыш. Обязательно участвуйте и пусть вам повезет. Если у вас остались технические вопросы выбора, лодки, мотора, спрашивайте меня. Меня зовут Руслан. На главной странице сайта бесплатный номер 8800. Звоните, спрашивайте меня. Если понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные видеообзоры. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok